Всем привет! С вами видеоблог WarStory. Я Алексей. И сегодня у нас с вами отечественное холодное оружие на обзоре. Это кортики. Русские, советские, морские, летные ВВС и конечно же армейские. Посмотрим. Коллекцию свою сегодня покажу. Поехали. Вот здесь на столе я разложил наверху, в верхнем ряду, свою коллекцию. Какие-то кортики были куплены недавно, какие-то кортики уже достаточно давно у меня лежат. И интересный момент, что здесь их несколько типов, несколько разных вариантов. А вот ещё тоже, кстати, из коллекции вот эта. Несколько типов лежит. И если мы смотрим на кортики в общем, то конечно же они здесь начинать имеет смысл с царизма. То есть, кортики царского периода ещё, Николай II. Этот конкретно вот кортик, я его уже показывал. Он без ножен у меня, но взял я его, потому что он просто сам по себе такой крепенький, приятный. И видно, что он полностью в родном сборе и не разбирался, потому что его действительно даже не раскрутить. Он децерифицирован, что называется. Вот здесь вот вы видите, по приказу в 1917 году был удалён вензель Николая II, потому что он отрёкся от престола. А здесь должен быть вензель именно царя, который сейчас на престоле. На престоле никого нет, значит и вензеля быть не должно. Но в армии всё по приказу, в армии всё ясно. То есть, их не от великого неуважения к Николаю II удаляли. Просто это приказ, просто это дисциплина. Ещё один такой же кортик от того же периода и примерно той же судьбы тоже, посмотрите, он без Николая. Мы видим здесь, это кортик уже такого более стандартного плана. Он с игольчатым, вот вы видите, игольчатый клинок. В принципе, вот такие встречаются чаще всего, наверное. По моей практике чаще всего встречаются такие стандартные варианты с квадратными в сечении ножнами. 10 плюсов в том, что он полностью комплектный, поэтому, собственно, мне он и понравился, его я выкупил в московской коллекции из Финляндии, насколько я помню. Он пришёл. Насколько помню, это коллекционер, который его, собственно, купил. Ну, здесь это нижних чинов, пряжка просто для того, чтобы проиллюстрировать момент. Дальше вернёмся к советским, а потом пойдём ещё вот здесь по коллекции пройдём. Вернёмся к верхнему ряду и давайте по нему ещё пройдёмся. Здесь первые 4 кортика, их только что было 3 в кадре, и многие могли заметить этот киноляп, но, тем не менее, сюда добавился ещё один, который я не доложил сразу в строй. 1945 года он выпуска, 1946 года выпуска вот здесь вот справа предмет, он пришёл из Крыма, и 1944 года кортик вот этот вот тоже в таком хорошем-хорошем золочении. Ну, а слева мы видим такой потёртый хорошо, практически без золочения. Золочение здесь видно только, вот вы видите, на рукояти, немножко так фрагментами. Это кортик 1941 года выпуска, причём с самого его начала, плюс-минус. Это можно по номеру пробить, по номеру посмотреть. Кстати, обратите внимание, здесь хорошо видны отличия проработки ножен, кортиков ранних, бескнопочных, и вот здесь вот уже кортиков, которые пошли позже. Это уже начало 50-х годов перед нами, вот этот вот кортик 1951 года. Сразу же бросается, что в глаза. На кортики все, когда смотрят, они всем кажутся одинаковыми, но на самом деле это не так. Если кортик такой среднестатистический, он примерно вот такого состояния, примерно вот такого вида и не очень яркий. Как правило, они показываются годов 70-х, 80-х. И, естественно, в то время уже их не золотили, поэтому они выглядели чуть-чуть попроще. Но если выбирать, если хорошо выбирать, то можно выбирать ранние, в золочении красивые кортики. Я считаю, что они не уступают, допустим, немецкому холодному оружию или европейскому холодному оружию по своей строгости, по своему стилю, по своей выдержанности. И прям вот действительно интересный дизайн. Он просто всем до боли знаком, поэтому кажется простым. Но я считаю, что вот есть красота, в этом красота простых вещей. Ну, дальше посмотрим по коллекции, что есть. Это армейский кортик, тоже практически полностью в золочении, из коллекции тоже он пришёл, прям вот отборный. Это ВВС. Вот вы видите, ВВС, здесь у нас как раз эмблема солнцевосходящее такое, и вот тут самолёты над Кремлём летят. Слева, если мы посмотрим, вот обратно на армейский, здесь собственно Кремль, ну без самолётов. И ещё левее, я же это не показал, парусник, ну тоже все знают, но тем не менее, для тех, кто не знает, хотелось бы продемонстрировать целиком все узоры на наших кортиках. Естественно, первым кортиком был морской, и в дальнейшем уже, ну собственно они с довоенных времён выпускались, и в дальнейшем уже армейский ИВВС прибавились, в том же стиле сделали, но кортик изначально такого морского дизайна узнаваемого. Опять же, из вещей, которые были, которые у меня такие приметные, это вот, например, кортик ВВС с вот таким вот аттестатом. Аттестат номер 13, войсковая часть 600 ровно 40, на имущество, арт-вооружение, вид имущества, состоящее на майоре Таран. Вот, пожалуйста, здесь есть такой документ, этот документ выдавался всегда с, собственно, кортиком, и у многих военнослужащих, конечно же, он есть. Здесь он хорошо, что сохранился, в Америке был куплен этот предмет у человека, который имеет тесный контакт с Украиной, соответственно, вот он оттуда, и здесь вот есть даже, по-моему, что в Киев, в Киев он уехал, по-моему, вот этот офицер, он из Киева, и здесь получается у нас справка, приказ главнокомандующего МФ 01-80 от 11 февраля 1974 года, значит, уволен, видимо, в запас, да, вот, уволен в запас город Киев с правом ношения военной формы одежды, и, соответственно, здесь вот показано снаряжение, кортик у одной, кортик морской под номером, и такой же номер здесь есть. Вот мы эту историю наблюдаем, т.е. получается, что, в принципе, видно, где он служил, а служил он, получается, на севере, потом дальше убыл в Киев, в дальнейшем забросило какими-то судьбами кортик в Америку, и уже оттуда он был привезён. И, в принципе, недалеко относительно от того места, где человек с ним служил, где офицер проходил службу, сейчас кортик находится. Вот такая вот история замкнутая, в принципе, без каких-то боевых моментов, тем не менее, любопытная. Любопытно всегда, когда есть привязка к персоналии и, конечно же, к периоду службы и так далее, и к месту обязательно. Мне ещё просто что понравилось, что у меня родственники на Северном флоте служили, и поэтому этот момент такой для меня лично интересный и такой близкий. Далее вот тут вот три кортика у меня лежит, тоже как раз это коллекция, но они такого обычного стандартного вида, то есть, не максимально яркие, но, тем не менее, вот такие оригинальные отечественные кортики с потёртым покрытием, с потёртым лаком, с потёртым золочением, но вот такие, какие есть. Тоже здесь армейский, моряк и лётчик. Ну, и ещё два кортика. Эти кортики, они мне особенно дороги, и что интересно, что просто я знаю, кому они принадлежали, это кортик отца и кортик сына. Про них я думаю, что я вам потом расскажу как-нибудь ещё. Теперь перейдём к нижнему ряду. Здесь есть прямо вещь одна уникальная, это кортик командира подводной лодки Ивана Мессера. Иван Мессер – это, между прочим, самый результативный русский подводник на Балтийском флоте вот у нас был, и это его кортик. И здесь вот у нас надпись гласит «От команды подводной лодки «Белуга» 1914 год, 28 марта». Это вот буквально, кстати, недавно годовщина была. На добрую память командира старшему лейтенанту Мессеру. И вот здесь вы видите на рукояти монограмма тоже «И.М. Иван Мессер». Знак командира подводной лодки, конечно, это уже советский, он просто здесь вот лежит. Я его сюда, на самом деле, подложу. И обратите внимание, что это аннинское оружие, то есть, здесь знак отличия ордена Святой Анны. Сверху мы видим на рукояти. С одной стороны, вот видите, Николай Второй, ниже чуть где-то парусник, и ещё ниже мы видим вот здесь клеймо Хёллер, это производитель Золингеновский. Здесь клинок, тут тоже парусник и, конечно же, герб Российской империи мы видим. Кортик был без ножен изначально, и нашёлся он в городе Кассель, куда его привезли из Америки. У него достаточно такая большая история, с ним ещё был знак. И там полностью вещи Ивана Мессера были выставлены на аукцион его родственниками, потом уже дальше, потому что он умер уже послевоенное время, глубоко послевоенное время в Соединённых Штатах Америки. Они выставили его вещи на аукцион, они были проданы, но там какая-то история была, что они разошлись в итоге по отдельности в разные стороны, и вот, собственно, этот кортик был привезён, и пришёл он вместе со знаком подводника, знаком окончания офицерских классов ещё того царского периода. В этой же коллекции ещё несколько предметов, я не все стал выкладывать, но вот здесь вот такие, как знаковые, например. Вот этот вот с ножнами, интересный тип, он описан везде как так называемый дальневосточный. Здесь вот конкретно тоже, посмотрите, по приказу был удалён вензель, и характерный прибор ножен, характерный прибор рукояти, и один тип клинка, и на хвостовике у него иероглифы, иероглифы нанесены, и эти иероглифы нужно, кстати, будет как-нибудь расшифровать, все кортики вот этого типа, все имеют иероглифы на хвостовике. Это интересно. И у меня тоже такой проходил, у него была там проблема с ножнами, но он был полностью в хорошем состоянии, у него был Николай тоже. И когда, собственно, тот коллекционер, который попросил меня найти кортик, разобрал его всё-таки, потому что он там изначально не разбирался, но вот как-то любопытство, видимо, победил, он его разобрал, посмотрел, там тоже были иероглифы. То есть, такой вот вариант, который встречается исключительно в едином сборе, в едином приборе с прям такими производственными признаками. Хотя принято считать, что русские кортики чуть ли не произвольного типа, на самом деле это не так. И вот этот кортик тоже интересный, такой маленький, душевный. У него клинок как от трёхлинейки, можно сказать. Но вот здесь он полностью, этот кортик, аутентичный. Вот именно с такими офицеры ходили, то есть, те, которые не заказывали, не имели достаточно большого количества денежных средств, чтобы заказать себе дорогое заказное холодное оружие, они заказывали себе такие экземпляры, и тоже они смотрятся душевно, смотрятся интересно. И этот кортик разбирался, по нему это видно, давайте его тоже разберём, кстати, посмотрим на эту деталь на головку рукояти. Вот здесь головка рукояти, вы видите, что у нас видны вот эти сборочные клеймы, которые дальше везде тоже дублированы, и видно строение самой детали, то есть, изначально она была как шинка от кольца, и потом дальше загнута, сверху вот эта крышка припаяна. И мы видим, что это как раз классический сбор, нужный, так и должно быть, собственно, на оригинале. И теперь давайте на вот эти две вещи посмотрим, они тоже из коллекции пришли, и вот, например, сюда посмотрим, пока мы только что видели на экране головку рукояти, то, о чём я говорю. Есть ещё такая история, как признаки литья, т.е. когда вещи просто снимают по ней внешние размеры и отливают, потому, что это проще всего для людей, которые делают новодел, отливают деталь им нужную. И вот обратите внимание, видите, здесь вот вензель Николай II, заглядываем туда внутрь и понимаем, что вся вот эта вот деталь была просто отлита за один раз. Внутри мы видим литьевые следы, это мы понимаем абсолютно чётко, что здесь не было никакого производственного момента, никакой здесь шинки или чего-то похожего на это тоже не наблюдалось. Вот таким вот образом мы, в принципе, выпасаем, если говорить на сленге, подозрительные вещи. Далее смотрим на клинок, и я понимаю, что где-то я видел эту форму, где-то я видел вот этот размер штыка, но, естественно, он не Мосинский, потому, что вы видите, просто вот как вот с рукой, ну просто масштаб не его. В итоге я лезу в шкаф, достаю штык к либелю, мы вот так вот примеряем просто клинки и видим, что они идентичны. Вот так вот если примерить, здесь всё подходит. И туда дальше, дальше на хвостовике, я сейчас не буду ещё раз разбирать, но там на хвостовике тоже идут продолжения вот этих вот долов. Таким образом, есть основания полагать, что это кортик, выпущенный уже не в то время и не теми мастерами. И к категории культурных ценностей такая вещь, к сожалению, не относится. Вот такой предмет, если с ним прилететь куда-нибудь в отечественный аэропорт, показать эксперту, эксперт, собственно, даст заключение, что это не оригинал, и вот тогда будет уже сложность, потому что непонятно, куда с ним деваться, либо его нужно, получается, просто списывать условно, либо его нужно на склад временного хранения класть и потом дальше вывозить из России, потому что ввести такую вещь будет проблематично, как к культурную ценность её не привести. И вот ещё второй кортик, он тоже доверия не заслуживает, вещь, к сожалению, из тех, которые покупать не нужно. То есть, мы видим, что здесь за храбрость, здесь на рукояти также ещё знак отличия ордена Святого Георгия. То есть, это золотое оружие, но, к сожалению, не то пальто. Назовём это так. Ну, и моя работа, собственно, заключается в том, чтобы люди не покупали какие-то такие подобные вещи, а брали вещи оригинальные. Потому что я считаю, что... Ну, либо они должны стоить вот именно как новодел. Тогда всё честно. То есть, тогда всё в порядке. Вот. В общем, краткий обзор коллекции моей и части коллекции, которые мне на экспертизу предоставили, мы посмотрели. Кратко всё это изучили. И теперь, я думаю, что имеет смысл посмотреть на эти вещи более подробно. Потому что кортики морские – это интересный коллекционный материал. И у меня как-то на генетической памяти, что ли. Или из-за того, что я в детстве... Вот как раз это первый кортик, который попал мне в руки. И вот из-за этого, наверное, у меня есть какие-то струны души затронуты, специальные. Которые вызывают очень приятные чувства, очень приятные тёплые эмоции. Я думаю, по советским кортикам имеет смысл рассказать о периодах производства. Это очень интересно. По Ивану Мессеру, по кортику Ивана Мессера обязательно следует сделать видео как раз у персоналии непосредственно. И либо вместе с ним, либо в отдельном видео можно будет показать какие-то интересные разновиды в том, числе, которые серийно выпускались, тоже кортиков морских русской императорской армии. Кстати, ещё момент. Есть такой фланг. Посмотрите. Эта фланга непростая. Сейчас мы отсюда вот так вот уберём вот эти два кортика и флангу перевернём. Я её уже показывал где-то в сторис, по-моему. Её мне подарили. Её мне подарили подписчики. Обратите внимание. Приказ министра обороны СССР, номер 92, 28 марта 1978 года, город Москва. Об увольнении из вооружённых сил СССР в мае и июне 1978 года военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы и об очередном призыве граждан на действительную военную службу. В соответствии с законом СССР о всеобщей воинской обязанности приказываю уволить из рядов Советской армии, военно-морского флота, пограничных и внутренних войск в запас в мае июне 1978 года военнослужащих, сроки действительной военной службы которых истекают до 1 июля 1978 года. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устинов. И этот приказ на Гюйсе. На Гюйсе, конечно же, не на фланге. Фланг – это фланелевая рубаха. Я уже тут заговариваться начал. На Гюйсе этот приказ набит, и кто-то его носил вот так вот на спине. Это интересный момент. И вот, собственно, мой к вам вопрос. Какие у вас были традиции на флоте, либо если вы служили в других войсках, какие-то подобные моменты, может быть, как димбельские аккорды или еще что-то? Потому, что мне это интересно. Это как раз история, на которую мало внимания обращают. Тем не менее, люди, которые коллекционеры, собирающие рабоче-крестьянскую Красную Армию, или вермахт, или даже союзников, всегда обращают внимание на какие-то вещи такие вот с димбельским «моментом», в кавычках. И вот интересно наших людей послушать, кто служил уже в послевоенное время из подписчиков, каким образом вы какие-то вещи делали, что-то приуроченное к увольнению и так далее. Мне кажется, это очень интересная тема. тоже для обзора. Сейчас, когда люди сидят по домам, возможно, у вас есть фотографии каких-то ваших вещей в память о службе. Прям очень интересно. Я контакт оставлю в warstory.ru, собакаяндекс.ru. И вот о таких вот вещах давайте с вами поговорим. И самые интересные ваши вещи можно будет фотографии, например, показать или какие-то традиции высветить. Ну, и вот этим вот вопросом я обзор свой заканчиваю. Жду ваших комментариев и обязательно будем дискутировать на эту тему. Про советские кортики, про традиции наших солдат, матросов и офицеров, которые уходили из рядов вооружённых сил в память о службе. Что у вас осталось или что ваши знакомые, может быть, делали. Любопытно это всё послушать, любопытно посмотреть и, может быть, даже задокументировать. Вот. Всё. На этом я обзор свой заканчиваю. Жду ваших комментариев. Всем вам доброго вечера. И увидимся в следующих видео.